China Watch Info представляет обзорно-механические часы марки Bledger Amash на Omega Seamaster. Данные часы можно приобрести на различных интернет-площадках. Существует множество разных модификаций, которые отличаются как по своему функционалу, так и по цвету корпуса. Конкретно данная модификация стоит в районе 70-80 долларов. Также стоит отметить, что у разных продавцов разное качество материалов может быть, разное качество отделки. Поэтому экземпляр, который вы купите, может отличаться от того, который я держу в своих руках. Как можно заметить, часы у нас сделаны из куска нержавеющей стали. То есть это явно не какой-то дешевый облегченный сплав. Здесь все без обмана. Застежка у нас тоже выполнена довольно на высоком уровне. Вообще, к этим часам за свою стоимость претензий у меня практически нет. Ремешок у нас довольно необычный. Изнутри он у нас не покрыт никаким материалом. Сверху такая вот ткань у нас. Нейлон. Вообще, я в принципе не знаю, что это. Но явно какая-то синтетическая материя. Прошито это все вот такой вот ниткой к этому оранжевому куску резины. Кстати, если приглядеться, можно увидеть места на ремешке, да и вообще на часах, которые напоминают своим силуэтам место под логотип Омеги. То есть без сомнения можно сказать, что эти же часы, этот же корпус, этот же ремешок используют и для подделок Омеги Семастер. Как видите, размеры корпуса у нас чуть меньше обыкновенной пластиковой карты. Но вот я сейчас взял специальный измерительный перебор, чтобы точно вам сказать, какими все-таки размерами обладают данные часы. Как видите, что беззаводной головки диаметра у нас около 41,3 мм, заводной головкой около 44,3 мм. Возможно, конечно, задумывалось, что не должно быть этих 3,3 мм. Может, это погрешность моего измерительного прибора, а может, это погрешность как раз самих производителей китайских. Но это у нас, как говорится, не фабричный Китай, а Китай больше такой подвальный. Я бы сказал, но все равно для подвального Китая и такой цены все сделано довольно на высоком уровне. Обратите внимание, что ремешок у нас имеет довольно стандартную шину по 20 мм. Поэтому, если вам не нравится такой вот ремешок, который довольно хорошо сочетается корпусом, то есть практически является его продолжением, в принципе, вы можете его заменить в что-то более привычное вам. Но, как по мне, то за такие деньги ремешок довольно качественно выполнен. Но, так как он резиновый у нас, довольно, я думаю, это будет надежно и практично. Часы у нас весят довольно немало за счет того, что это все-таки, как я уже сказал, у нас корпус из нержавеющей стали. То есть вес приближается у нас практически к 100 граммам для часов без браслета металлического. Это довольно приличная величина. Обратите внимание, как у нас крепится ремешок. Если его использовать с этой застежкой, я предполагаю, что это делается именно так, как я показываю в видео. То есть, возможно, конечно, я не прав. То есть, нет, есть какой-то другой способ. С моей точки зрения, надо его немного согнуть вот так по краям и продвигать до нужного отверстия в ремешке. То есть, чтобы вот этот вот выступ на, собственно говоря, металлическом замке у нас соответствовал отверстию на резиновом ремешке. Также у нас видно, что это такая получается традиционная застежка бабочка. То есть, когда мы выбрали нужное нам отверстие, можно без проблем одевать у нас часы на руку. Безель у нас одноправленный. Кстати, я могу сказать, что вращается он довольно четко. Отличные отзывчивые щелчки. То есть, никаких прокрутов у нас нет. То есть, все в плане качественно. Качество выполнено на высоком уровне. То есть, материалы и качество сборки данных часов у нас довольно высокое. Теперь я сниму заднюю крышку, чтобы показать вам механизм, который используется в этих часах. Крышка откручивается довольно тяжело, поэтому я рекомендую использовать специальные приспособления для этих целей. Видно, что механизм у нас с автоподзаводом, но это не Нисейка, не МИОТ. То есть, это у нас китайский механизм, либо Сигал, либо его копия. То есть, механизм у нас недорогой. Как видно, крышка сзади оснащена таким уплотнительным резиновым кольцом, чтобы вода не попадала. Часы, кстати, оборудованные у нас оснащены стеклом сапфировым. То есть, я проводил тест с каплей и видно, что у нас сапфировое стекло. Но также обратите внимание, что у часов есть стрелка, которая показывает 24-часовой формат. Хотелось также добавить, что у нас у часов присутствует календарь с датой. То есть, дня лидера у нас нет, но дата есть. Также отстойте отметить, что головка у нас завинчивающаяся. И такой немаловажный момент, который может служить ложкой дегтя в бочке меда, это то, что верхняя головка, на часах которой слева расположена, она у нас фейковая. В общем, спасибо за внимание. До скорых встреч. Увидимся.